Сегодня участники рынков ожидают результаты двухдневного заседания Комиссии Федеральной резервной системы США. Ожидается, что заседание будет весьма значимым для финансовых рынков, так что ФРС будет действовать осторожно. Ну а мы очень внимательно следим за ситуацией и уже готовы поделиться с вами предварительными прогнозами. Вчера, например, не было особо значимых новостей, поэтому индекс доллара ощущает себя вполне спокойно. Сейчас он остается в диапазоне между 93.10 и 93.30, и в этом же узком диапазоне он и останется вплоть до оглашения результатов заседания. Затем эксперты прогнозируют возможный рост котировок до новых локальных максимумов. В то же время сегодня состоялось заседание Банка Японии. Монетарная политика осталась прежней. Вчера пара доллар-иена попыталась расти, но была остановлена. На текущий момент цена находится между поддержкой 109.12 и сопротивлением 109.70. На рынке считается, что ФРС также сохранит текущую монетарную политику без изменения, что приведет к преодолению ценой поддержки 109.12 и продлит снижение пары к целевому уровню 108.35. Во вторник австралийский доллар проторговался в диапазоне 60 пунктов, так и не сумев подняться к ранее отмеченным целям. Однако это временное явление, как считают эксперты. Вероятно, цена останется в текущем диапазоне между отметками 0.7220 и 0.7270 до объявления ФРС США своего решения. В деловых СМИ сообщается, что ФРС не станет объявлять начало сворачивания стимулов на сегодняшнем заседании. И мы придерживаемся такой же точки зрения. И поэтому все-таки ждем роста австралийца сначала к первому целевому уровню на 0.7320, а затем к 0.7450. Сейчас можно с уверенностью сказать, что в сегодняшнем заседании ФРС, скорее всего, не будет ни менять ставку, ни объявлять о ее скором повышении. Она должна сообщить о постепенном уменьшении объема покупки ценных бумаг и показать график этого уменьшения. Это приведет ко все более медленному увеличению денежной массы в США и в конечном итоге должно будет вернуть финансовую систему из антикризисного режима заливания проблем деньгами в обычной. И на этом у нас пока все. Мы желаем вам профитных сделок и ждем вас на нашем канале с новыми видео уже через пару часов. До встречи!